В зале заседания администрации Амурского района Министерство культуры Хабаровского края провело выездную информационную встречу по вопросу развития туризма в городской агломерации Комсомольск-Амурск-Солнечный. Заместитель министра, начальник управления по туризму Министерства культуры края Виталий Селюков рассказал, что правительством края подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. Начиная с конца 2015 года, правительством края при активном участии краевых и федеральных отраслевых министерств и ведомств, а также администрации города Комсомольска-на-Амуре, был подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. Данный план был включен в ранее разработанный по поручению губернатора Хабаровского края проект туристско-рекреационного кластера Комсомольский. С учетом перспективы значительной федеральной финансовой поддержки состав и функционал кластера был расширен за счет включения в него дополнительных туристских объектов рекреационного назначения. В данный план включен проект туристско-рекреационный кластер Комсомольский, основу которого составляют 5 комплексных инвестиционных проектов. Рекреационная зона «Центральный», спортивный рекреационный комплекс «Ключевая сопка», туристско-рекреационный комплекс «Серинский центр авиационный» и горнолыжный курорт «Халдоми». Общая сумма инвестиций по проекту ТРК Комсомольский ориентировочно составляет 5 млрд. рублей, в том числе частных вложений более 3,5 млрд. рублей. Активизация туристской деятельности в Комсомольске и Солнечном послужит стимулом и вовлечению туристских объектов на территории Амурского муниципального района в процесс формирования туристского продукта городской агломерации Комсомольско-Амурск-Солнечный. Данное направление может стать социально-экономическим вектором развития Амурского района, влияющего на создание дополнительных рабочих мест, обеспечение стабильных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, а также привлечение инвестиций в экономику района. Наиболее перспективной, комплексной туристской зоной на сегодняшний день в районе определена территория озера Бола с прилегающими к озеру территориями Национальных сел и государственного западения Гроболонский. Наличие в районе объектов такого уровня, осуществленного мультипликативного эффекта, а это вовлечение в сферу туризма объектов, субъектов предпринимательства и иных отраслей дает прямой эффект от их деятельности. Заместителем министра был отмечен положительный опыт работы Амурского муниципального района в развитии туризма. Амурский район является единственным из районов края, где реализация проектов и мероприятий в сфере туризма осуществляется в рамках туристического кластера, в который входят представители некоммерческих организаций, родовые общины коренных малочисленных народов севера, органы местного самоуправления, субъекты малого и среднего предпринимательства. Амурскому району предстоит важная и большая работа по вовлечению своих туристских объектов в туристско-рекреационный кластер Комсомольский.